всем привет друзья как вас дела у нас дела замечательно мы сейчас с каролиной собрались едем сначала на съемку у меня интервью вот пригласили на очень крутой проект про успешных женщин поэтому сначала мы с каролина кстати она первый раз она поедет на работу да 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 вот поснимаемся и потом мы едем на шопинг наконец-то потому что у каролины появилась огромнейшее желание что я все купить да нет сделать себе все руки на 5 дней да в общем каролина сказала я хочу быть пять разных луков на 5 дней но окей для меня это круто потому что до этого и не заставить было в магазин до зайка вот такой он у нас красавец остается дома с удовольствием бы его взяли но он очень тяжелый 5 килограмм весит не поносить смотрите у каролина вышла простуда вообще и никак с нею не побороться да она у меня уже на коже пришла чтобы не делать это простудой рунку отпустили он такой говорит возьмите меня 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 покажи меня покажи кстати писали что ронни больше на тебя похожа не на кого похож ронни больше ну давай рассмотрим кадр все мы едем давай на такси каролина очень любит на метро но сегодня я говорю снег идет плюс не не хочется как бы держи ронни чего ты делаешь 9 тренд что ли какой-то да каролина меня учила вчера этим сленгу молодежному давай что давай это на шорс лучше с ним давай ну что ты выдержишь со мной а зайка пока я буду занята то сколько но сама съемка где-то полчаса будет вот плюс-минус там если захочется чем еще посмотреть там бизнес-форум женщин предприниматели бизнесменов москве просто ужасная погода как вы видите морозно так друзья самую главную новость вам не рассказала в конце этого месяца и улетаю пожить на достаточно длительное время в корею так что ждите скоро оттуда очень много интересного лечу 1 сразу отвечаю на вопрос потому что у каролины учеба до зайка хотя зайка очень хотела полететь как вы знаете вика скоро рожает вот это будет уже в этом месяце не знаю посмотрим успею ли я к родом если не успею то прямо сразу сразу значит в притык как бы прилечу но постаралась выбрать такую дату как бы и не туда как будто и не сюда ну что мы уже приехали с каролиной на арбат пойдем отсюда по моему вход открываем и заходим отсюда ну что зайка как тебе мероприятие нравится каролина почему ты не на сцене выступаешь это моя дочка топит за меня смотрите здесь все такое украшенное но в принципе может закончили съемки мы уже посмотрели некоторые контент и все каролине вроде понравилось тоже не было скучно на зайка не было тебе скучно не чё-то каролина даже сама снимала до себя за да чё-то как-то ведерко слишком большая ну что друзья мы просыпали попкорн как вы поняли в такси сразу как сели хорошо что это было бизнес такси и был адекватный водитель я ему заплатила за мойку всего салона за их им чистку за пылесос за все в общем чтобы водителю тоже не было скажем так печально от этого его сначала было неловко типа это как я вам оплачу все вы не переживаете все как бы отлично а карау каролина руки тряслись да почему расскажи короче очень каролина такая подумала блин сейчас вам будет ругать а учу ругать это случайно произошло то есть это даже водитель как от этого никто не застрахован как бы и мы приехали с каролиной сейчас в торговый центр и будем покупать одежду пойдем все детская сейчас находится на четвертом этаже ищи давай этот лифт так смотрим я представляю конечно сколько нам сегодня ходить я на каблуках сразу после съемки но ничего самое главное что каблуки удобные их же я и заберу с собой в корею много одежды там с собой брать не буду возьму только самое необходимое потому что у меня будет багажа очень много чего посмотрела что-нибудь здесь подписчица нас узнала сейчас помогает нам вещи найти снимаю на вот этот айфон хорошо что у меня два их потому что 15 айфон что-то камера загнала прикиньте прямо в нужный момент когда нужно было снимать меня я каролине говорю возьми второй телефон чего все ничего не нашла черные джинсы так я тебе показывала пойдем классные черные джинсы друзья это все второй магазин который мы зашли мы по дороге увидели вкусняшки и каролина говорит давай мы купим вкусняшки а все остальное купим на валберис и поехали домой сейчас я говорю давай выбираю она говорит валберис давай вот эти вот штаны посмотри черные да давай раз уже приехали зачем ехали мы тогда я вот это понять не могу я абсолютно с тобой согласна но цель была шопинг да я тебя поцелую моя мудрая моя мудрая доченька да в общем каролина купила все-таки рамен вкусняшки и предлагает ехать домой лежать на диване смотреть фильм есть рамен просто что может быть лучше да моя любимая доченька мне кажется скоро к нам будет правильной жизни на давайте пока ищем магазин расскажу вам о наших планах значит на новый год заранее каролине мы сейчас хотели купить подарки она хотела собрать образы но не получилось не хочется тогда давай посмотрим следующим образом ты посмотришь себе чего-нибудь на валберисе что захочешь у меня скиньшь я закажу пашот вот а то получается как будто я тебе чё подарки могут не сделала вроде бы хотела купить а ничего нет плюс ко всему я улетаю и буду жить пойдем нам туда налево буду жить в корее некоторое время вот так что друзья ждите оттуда очень много влогов очень много контента и у нас каролины договор что когда вернусь мы полетим куда-нибудь отдыхать за это время нужно будет определиться это будет бали мальдивы египет или таиланда вот все мы уже устали с каролиной представляете купили только подарки вики с николаем и все ничего не купили а уже устали поэтому я не люблю а сейчас нужно еще еду на пункт выдачи в альберис а обратно на кого как поэтому сначала нам домой поедем зайка идем сюда ну что друзья доехали мы с каролиной до дома все таки смогли забрать свой огромный заказ на валберис вот сейчас что я хочу уже полностью отдыхать раздеться снять макияж что-нибудь приготовить и вообще-то сегодня планировала стейки делать потому что мы с каролиной раз неделю где-то делаем стейки а вот но она хочет рамен поэтому посмотрим что нибудь какой-нибудь фильмец возможно прям очень каких-то много сильно планов вечером делать не буду потому что завтра у меня весь день обучения поэтому нужно будет рано встать завтра и вот это все я просто не представляю это я тот человек который выходной день сегодня добровольно поставила будильник на 8 утра естественно 8 я не встала но где-то 8 50 я уже стала начала делать свои дела не представляете мы сегодня с утра были дома съемки потом я поехала туда на съемки сейчас вот с каролиной гуляли и вечер будет отличный вот обожаю возвращаться домой вот сейчас видите на за окном просто уже темень без пяти пять часов вечера я обожаю просто такое время когда еще где-то часов пять есть просто посвятить себе что-то перебрать дома в косметике на и это вообще просто очень обожаю вот так что да ну и конечно же мамские такие вот дела тоже никуда не деваются нужно каролину подготовить к завтрашнему дню может быть завтра нам пойдет там не знаю погулять это одежда нужно и приготовить вот это все пока что она еще не настолько большая чтобы вообще ни о чем не переживать мы проконтролировать ее конечно же уроки то что я улетаю на полтора месяца пожить в корею это с одной стороны очень хорошо потому что я успею и восстановиться там и контент поснимать и свека побыть время и по бизнесу встречи все провести которые планирую то есть это как бы такой срок хороший на меньше просто это смысла не было бы ехать она больше пока что не хочу вот так что ждите давненько такого не было на самом деле контента я прям предвкушаю на самом деле и осталось у меня только две недели которые просто каждый день забиты я не знаю как мне все успеть как бы с ума не сойти с этим всем мой собрала волосы мне кажется что так мне тоже идет с собранными волосами особенно с такими сережечками прям по вечернему но пошла смывать майк просто посмотрите на этого малыша он лежит пузо здесь у него кверху чтобы вы понимали я сижу здесь около батареи греюсь потому что мне прохладно сейчас решала некоторые вопросы там туда-сюда пока по телефону разговаривала он пришел такой а я тоже хочу и вот так вот сидит разве не ребенок скажите вот от маленького дитя он отличается только тем что он не может разговаривать это и он иногда что-то пытается вот так вот сказать ощущение как будто бы он реально что-то понимает в этой жизни глазенки вечернике умные а здесь батареи и получается он в объятиях его вообще разтащила раскумарила так по планам значит остается все меньше и меньше времени я стараюсь не выпадать скажем так выгорание какое-то при таком графике но мне даже нравится я например сегодня проснулась в 7 30 вообще абсолютно спокойно нормально спала правда мне снилось что я там свой тапочек потеряла еще что-нибудь вот у меня иногда такие сны дебильные бывают что я не могу какую вторую пару как бы от обуви найти и вот весь сон хожу ищу это но при этом я проснулась и отлично сейчас вот в эти дни прям вообще довольно своим режимом сна выходной не выходной я каждый день просыпаюсь 730 даже иногда бывает 720 и ложусь спать не позже 12 это вообще успех я вот для себя поняла что если ложиться спать вчера и вообще в 11 что вы понимали уснула если ложиться спать пораньше но чтобы так рано лечь спать нужно все дела завершить 18 00 мне то есть чтобы потом меня было время там на душ на свои процедуры косметические можно было там еще в телефончике чуть позалипать но куда без этого вообще никуда и потом уже можно ложиться там условно к 11 часам спать просто я не могу ничего делать когда вот это теплое тельце ко мне так прижимается и очень чудил потом не хочу просто вот вы посмотрите на него лежит такой и все малыш я могу его бесконечно снимать могу бесконечно рассказывать про его какие-то там успехи но я понимаю что это как с чужими детьми смотреть утренник чужой на телефоне три минуты это просто какое-то издевательство конечно же но и меня я думаю поймут те у кого есть питомцы примут хочется постоянно их фотографировать искать и особенно если они вот так у тебя видят такие вот масечки сижу сейчас торговом центре друзья снимала обзор на салон красоты вот и решила сейчас у меня пока есть полчасика до следующей моей встречи выпить чаек и знаете что меня вчера осенило хотела эту тему с вами обсудить вчера каролина а что мы делали на мой день рождения то что у леры недавно день рождения был лера это моя племяшка и там праздновали они все это круто очень я такая вспоминаю что мы делали в этот как бы день рождения каролине он если что был недавно до в октябре и не могу вспомнить вы представляете вот что с утра до вечера мы делали я не смогла вспомнить я не смогла вспомнить какие эмоции были сфоткаться но давайте давайте сфоткаться давайте так чтобы я не отключала спасибо вы чё туда сюда что ли ходили вокруг меня чтобы только спросить про фоткаться а забыли а я здесь салон красоты проверяла вот как раз обзор снимал ну ничего как вам кстати там чисто но там нечисто красиво на нечисто спасибо спасибо давайте девчонки пока девчонки туда-сюда ходили еще другая женщина тоже меня узнала вот так вот друзья это вот привычная как бы обычная у меня ситуация когда я выхожу куда-нибудь из дома везде встречаю своих зрительниц вот и очень потом много сообщений вижу у себя в директе я тебя видела постеснялась подойти не стесняйтесь я всегда рада только если я не слишком тороплюсь всегда сфотографировать и значит в этом году когда каролине нужно было справлять день рождения у нее спрашивала ты хочешь празднование там праздник обычно каждый день рождения я устраиваю да продумываю концепцию там тортик классно еще что ты друзей и зову она в этом году такая говорит я ничего не хочу вы не хочу праздновать не хочу подарок просто мне подарить деньги и все я подарила крупную сумму денег что вы понимали до крупная даже для взрослого человека вот я вообще как бы считаю что ребенок должен уметь распоряжаться своими деньгами я и подарила значит эти деньги она была довольна там несколько дней пока этими деньгами туда-сюда что-то там там себе купила вот потратила как она считала нужным и что к чему это я не помню как прошел ее день рождения не помню и эмоций это говорит о том что я больше не буду слушать каролину когда на я не хочу сюрприза не хочу праздника все равно пока дети маленькие да то есть условно там до 18 до 25 там лет но до 25 может быть я загнула но до 18 все равно хочется сюрприза а когда еще делать праздники когда еще делать сюрпризы если потом ребенок вырастает и все вот мне сейчас там 31 да я думаю это было бы возможно бы была бы рада если бы кто-нибудь не там устроил неожиданный праздник да а вот когда это в детстве ты же наоборот тоже ну как бы такое знаете настроение вроде бы нет особо друзей не хочу звать но если устрою то было бы наверное круто а там я послушала значит каролину думаю ну раз не хочет она у нее еще такой был период и не устроила праздник и этот день просто как обычный день прошел и в голове ничего не осталось это вот насколько очень важно работать над тем чтобы наполнять жизнь яркими эмоциями красивыми там сочными событиями да и тогда вот чувствуется яркость вот этой жизни я кроме него давай мы с тобой исправим день рождения вот но либо в январе это я сделал как бы дистанционно да мои ассистенты организует ей день рождения с друзьями там все этот с аниматорами там вот и позовешь группу друзей и скажет что вот день рождения как бы у тебя был тогда но сейчас ты его празднуешь вот либо уже когда я вернусь и скорее чтобы я это присутствовал сама я хочу чтобы ты тоже была соответственно и мы с ним договорились что когда я вернусь из своей поездки обязательно организуем ей день рождения вывод таков что обязательно устраивайте для своих детей праздники сюрпризы и вот это вот все потому что сейчас новый год да и она говорит подари мне деньги деньги то это хорошо дарить но все-таки что то что пощупать хоть пусть даже недорогое но это все равно нужно чтобы были какие-то эмоции потому что потом забудется это хорошо что я еще снимаю видео там да у меня есть возможность любой день просто найти там на ю тубе даже на моем канале да и посмотреть что в этот день я делала какие эмоции я проживала что вообще происходило либо там в архиве а если бы этого ничего не делал просто вот жизнь как забвение как один миг пролетает и все немножко такой вот философии друзья я приехала в ресторан сумме который и здесь такая красота последний раз я здесь была недели наверно две назад но что-то я не видела столько украшений видимо недавно поставили вообще очень нравится каждый год как украшают сум вот именно сумме кажется прям новогоднюю атмосферу создает в москве вот так вот идешь и радуешься просто видите сколько всего прям каждое здание стараются украсить да меньше даже я недели полторы назад наверное здесь было а вот так вот каждый раз смотрю даже вход в метро знаете украшают москве это очень прикольно ой смотрите какая красота здесь целая ярмарка новогодних украшений покажу вам свой образ проходите проходите спасибо сапоги красивые но не очень удобно и приходится и надо брать себя в руки и носить красивую обувь очень уютненькое такое местечко сумме черт возьми после вчерашнего вечера пришла домой вроде бы уснула и вы не представляете я сегодня впервые мне кажется наверное за последние несколько лет просто тупо проспала каролина пошла ко второму уроку мы просто обе не слышали как звенел будильник может быть он и не звенел может у меня будильник стоял на умной колонке может быть свет в этот момент отключили я не знаю но сегодня с утра как проснулся все как давай чихать как у меня сопли хотя я такой человек у меня никогда просто так насморка как бы не бывает то есть если это насморк это значит предвестник вот так что будьте аккуратны сейчас еду в зал и еще потеряла свою футболку в которой тренировалась просто такая хлопковая как бы серая футболка базовая была очень классно мне нравилось и вот я прошлый раз когда в зале была такая выходила думаю футболку я наверное взяла я же не могла ее забыть а сегодня такая еще и нет футболки скорее всего потеряла но ничего страшного я все равно хотела ее заменить на новую но бесит что не я заменила она сама решила ликвидироваться очень друзья посмотрите какой мне ужаснейший макияж делали вообще в шоке сейчас после самой красоты значит чувствую как то я еще когда пришла сегодня в спортзал почувствовал что что-то не то как то вот я не знаю то холодно то жарко но по-моему меня температура нет просто я знаю свой организм я очень чутко его как бы чувствую сразу я думаю ну ладно я уже тренировку раз уж пришла проведу сегодняшний день у меня просто очень был распланирован но все сделаю а уже завтра все равно у меня был там домашний день мне нужно за компьютером очень много работать думаю я сейчас буду лежа в кровати работать самое главное как бы никуда не ходить на люди там и все потому что у меня есть два состояния да то есть я не могу иногда скажем так спокойный день просто так провести потому что мне хочется что-то делать куда-то идти а зачастую бывает что если я очень долго там никуда не хожу ничего не делаю именно активного мне тяжело потом собраться вот я такая значит заехала в аптеку у меня там очень крупный заказ различных лекарств себе это когда я езжу в корею всегда с собой вожу лекарство потому что все равно согласитесь вот те кто живут в других странах если вы привыкли допустим пользоваться чем-то одним вам как будто легче когда вы используете одно и то же средство они покупайте допустим за границы какое-то другое средство и как будто мало верится да и плюс все равно есть эффект плацебо я такая значит когда езжу в корею всем своим родным отвожу лекарство всем не мне там скидывают заказ там вот это вот это вот это века там заказывают тети мои и я такая значит сделала вчера заказ прям большой прихожу в аптеку этого заказа нет . бы он доставлен доставка туда да жалко что доставка курьера не и а как бы не знаю то ли потеряли то ли еще что-то а вчера в общем должен был заказ на валмерис прийти там тоже детские такие всякие гаджеты заказала прихожу значит и нету потеряли хотя я до этого за день приходила игру может вы сейчас группа ищите как бы заказал он уже на приемке пункте выдачи просто вы мне его дадите я понимаю что это как бы дольше но может быть получится там все равно людей не было нет там это то все вот как бы рожа скривили в итоге каролина пошла когда на следующий день уже пункте выдачи готов к выдачи приходит мы потеряли говорит нету ты приходите завтра вот делать нечем просто мне каждый день куда-то ходить просто потому что кто-то там что-то там сделал что-то я не знаю в последнее время вот такие вот всякие получаются штуки до малышечек так что друзья буду заканчивать на этом влог следующий влоге не знаю успели снять еще один влог именно в москве но скорее всего следующие влоги вы увидите в корее но наверное будет еще один московский влог потому что как я буду вот без этого паренька так по нему буду скучать такой маленький такой пушистенький ведь скажи кав кав всем пока подпишитесь на телеграм и инстаграм ссылки в описании кав кав всем пока